да да я слушаю да говорю как вы зашли у нас тоже тема хорошо даже улыбка я уверен появилась я более чем уверен что это так вас не видно вас не видно но с огромной радостью и с огромным счастьем я рад с вами разговаривать и рад буду вас мучать сегодня нашими вопросами надеюсь что мои подписчики наши друзья тоже подключиться к тому что мучить вас с вами вопросами да все не будем говорить о покаянии поэтому я начал так более так шутками потому что обычно когда такую тему разговариваешь там не дошу так сказать да ты ради он давайте так коротко то начнем что такое вот что из себя представляет покаяние почему она нужна христианину ну во первых это возвращение были наши отношения сорваны с господом и когда мы рождаемся приходим в эту жизнь первое что делаем хотим общаться с ним для того чтобы восстановить наши отношения с ним и первый шаг это как бы омовение то есть крещение крещение это первый шаг покаяния мы хотим возобновить наши отношения и надеемся на то что господь простит нас за очень многое содеянное которое сделали которое не чувствуем что сделали но все таки сделали и вернуться к нормальным отношениям к общению с ним вот вот именно то что просит от нас господь это это то что мы поняли что он живой бог и мы хотим общаться с живым богом поскольку поскольку очень у нас у людей распространено то понятие что мы создаем в нашем уме бога и начинаем общаться с этим богом с не настоящим богом а живой бог он настоящий бог и он хочет он хочет общение с нами и без покаяния никак не можем мы это делать вот так вот спасибо за ваш ответ друзья если в походу наших вот этих разговоров вопрос ответа у вас какие то вопросы есть то просим незамедлительно взять слово ну подождав пока террарь закончит свои слова незамедлительно взять слово и начать задавать свой вопрос ну например сейчас это можете сделать пока вопросов нету я буду задавать вопросы если у вас есть можете задать терять скажи пожалуйста роль священника в таинстве исповеди почему необходимо чтобы священник был в исповеди почему человек вот тут арнольд по ну давайте пусть этот вопрос ответит арнольд чем потом ты ответь ты свой вопрос задашь ладно пожалуйста роль священника таинстве исповеди ну ну сам господь сказал петру что ключи от врата небесного я даю именно тебе то есть апостолам то есть всем нам кто после этого получает вот этот дар рукоположение это значит что мы имеем как бы ишхану тюн то есть власть 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 да власть связать то что связано здесь и или же как бы развязать да связать и развязать да связать и развязать эх все позабыла то есть моя вина что мало провожу поскольку наши прямые эфиры очень сильно помогают мне как бы держаться держаться на плаву как говорится вот связать и развязать то есть очень много грехи то есть Господь нам дал вот эту власть и священник имеет эту власть и священник отпускает человека то есть то что отпускает то что прощает здесь священник то простится ему на небесах как говорится поэтому это считается в церкви таинством таинством считается то что делается то есть то что происходит мы не видим не чувствуем но верим что это именно происходит вот первое таинство это таинство крещения потом помазание и вот таинство продаяния и исповеди это считается в церкви таинством и таинственным образом мы отпускаем грехи те грехи которые человек приходит и рассказывает и хочет чтобы освободился он от этих грехов и у священника есть власть освободить этого человека от этого греха вот вопрос хотел задать арнольд пожалуйста добрый вечер рад всех приветствовать скажите пожалуйста вот книги если когда читаешь там написано что мы не достойны спасения да на плане что бог настолько прогнелся что мне достойно вот этого покаяния с точки зрения описания наши грехи настолько велики что мы должны быть подвержены гиене но позже настолько велика что обращает нас каждый день мой вопрос следующим если мы говорим что ресурс пришел показать нам пример и дал заповедь для того что может ли царство небесное то он же понимал что человек на состоянии исполнить все заповеди в том что он по натуре греховный и там же написано что без меня не можете делать ничего это мы как бы все понимаем но понимаете проблема в том что пусть так иисус христос пришел в этот мир 2000 лет назад не обманятного че которая присоединил все заповеди которые иисус говорил и не стал святым как он говорит да будет совершенно ясно совершен съесть воля божья царство и царство не местно этот забыл короче говоря иисус говорил про святость да вот то что мы должны быть святыми и по более позже святость вашего а поэтому можете сказать на такую вещь что все святители церкви в том числе не были святыми до конца изначально и мы получается спасаемся Божьей благодатью не делами а его милостью его милосердие вот где проходит вот эта грань что мы можем быть спасены по его милости благодатью чтобы человек не отчаялся в процессе своей жизни потому что нет ни одного дня чтобы человек не грешил вот вот и как не отчаяться в этом отношении потому что мы знаем что мы грешны у нас есть семь греховных вот этих моментов чьи он будет и предупреждение зависть и так далее да в любом случае мы решили не жить вот вопрос заключается в том как не отчаяться и не опустить руки да вопрос хороший я думаю что Арнуден у нас представление о спасении немножко немножко неправильное что значит спасение что значит спасаться как вы думаете сперва давайте уточним этот вопрос потом углубимся здесь лично для спасения заключается в том что это не я сам спасаюсь а бог меня спасает да то есть самов написано что иисус говорит да да он спасает а что то есть мой жребий в руках бога то есть все по тебе тут богу то есть как он решит последнее слово за ним другой вопрос что я понимаю своей жизни и тем как не только я все остальные люди живут те же самые христиане которые называют себя христианами что по своим делам они не достойны спасения то есть я сам по себе понимаю что человек не достает спасения за исключением если не будет милости бога то есть мы спасаемся не своими делами не милости Арнуден извиняюсь что перебиваю вам но вообще то во время духовного разговора для меня очень важен следующий момент вот допустим если я буду разговаривать с химиком я все те термины которые все общеизвестны еще раз с этим человеком буду сверивать как бы да то есть то что говорится и под этим словом что подразумевается если у нас понятие в этом однозначные тогда уже начинается разговор а то вы сейчас говорите спасение я вам спрашиваю что такое спасение вы опять таки идете в другую сторону конкретно ясно объясните мне как вы понимаете что такое спасение от чего спасает Господь спасает от греха другой вопрос что человек сам грешит и осознанно грешит и в писании Рима нам сказано что дело не то что хочу то что не хочу то по моему апостол Петр говорит из семьи и смея камень и получается не получается не получается вот поэтому у вас возникает да а все вы четко столь сейчас точно ответили на ваш вопрос спасение это не спасение от греха это спасение от смерти я имею ввиду это же понятно когда человек решит он подвержен смерти духовной нет это непонятно это это было понятно в ветхом завете это было понятно в ветхом завете то есть да я греховный мое естество греховно то есть преклонно греху да господь это знает но во время моей жизни настолько насколько я соглашаюсь жить с грехом насколько я презираю грех насколько я хочу жить добродетельной жизнью. Это мое решение. Я хочу это делать. Да, спасение – дар. Он спасет меня. Я не вхожу с ним в торговлю. А давай я буду соблюсти все твои заповеди, а ты меня спасешь. Нет, так не пойдет. Если вот так математическую формулу превратить в духовную жизнь, ничего не получится. Просто ничего не получится. Духовная жизнь, она... Вот маленький такой пример. Муравей один слышит, что большой камень, он с этой стороны, а с другой стороны его друг тяжело болен и умирает. И он думает, через этот камень пройтись или же снизу проковерять землю и так сделать тоннель и по тоннелю пройти к своему другу. И решается сделать тоннель. Все спрашивают рядом, а что ты делаешь? Говорит, вот я слышу, что мой друг там тяжело болен, хочу увидеть его там, пойти, повидать напоследок. Ему говорят, ты не успеешь, не успеешь, он умрет. Говорит, ничего страшного, я буду стараться. Говорит, по дороге ты умрешь. Говорит, да, ничего страшного, но я по дороге буду умирать. Не то, что буду здесь сидеть и сложить руки и подумать только об этом. То есть для христианина важен сам процесс. Вот именно духовная жизнь, вот этот процесс, как я прохожу эту жизнь. Как я увидел путь моего спасения и иду по этой пути. Теоретически все знают об этом. Но как по-настоящему я живу этой жизнью? Вот именно вопрос состоит в этом. Ты реально, я правильно понял? То есть Господь смотрит не на результаты, а на наши старания, да? Да, Господь смотрит на то, что я выбрал добро, добродетельную жизнь и иду этой жизнью. Да, очень много ошибок сделал, да, сделал. Раскаялся в этом. Пошел дальше. Это мой выбор, я люблю этот выбор. Я иду по этой дороге, я хочу жить с ним. Еще один такой хороший пример. Один монах каждый вечер говорит, да, почему я пришел в монастырь? Все, оставлю все и уйду в мир, в мирскую жизнь, кафе, там девочки, выпивка. Почему я все это оставил? А с другой стороны, в таком же состоянии человек, который все время, каждый вечер говорит, я оставлю эту грязную жизнь и пойду в монастырь и буду жить чистой жизнью. Почему я такой дураком стал? Вот нехорошо мне, все брошу, пойду в монастырь. И как бы спрашивает святой отец в монастыре, и говорит, в этот же вечер они оба умерли. «Скажите, пожалуйста, кто спасется?» Все одним голосом говорят, тот, кто жил в городе и хотел как бы идти в монастырь. И святой отец всем говорит, нет, не так. Почему? Потому что то, что он думал, но ведь он ничего не сделал для того, чтобы идти в монастырь. А тот, кто в монастыре хотя и думал, но ничего не делал в сторону как бы пойти в мир, в мирскую жизнь, вернуться к мирской жизни. Так что для Господа очень важен наш выбор и наши дела по этому выбору. Терра был. Просто понимаете, какая получается загрузка. Бог же, он всемогущий, и он стал человеком, показал нам пример. А человек настолько погрел за греха, что не может соблюдать его заповеди. Да, что писание сказано, есть воля Божья, святость ваша. То есть он хочет, чтобы человек дорос до способа мышления Бога. поступая в мире, чем как он поступал. Первый янг написан. Но мы же с вами понимаем, что человек до конца, не тоже до конца своей, а даже на протяжении двух-трех дней сможет соблюдать заповеди, как Бог хочет. Я про помыслы уже молчу. То есть как бы есть еще заповеди, у которых молитва наесть. Северя сейчас решила при тобой помыслом, словом и делом. Вот помыслы это первый шаг для того, чтобы замешать. Иисус и вставит, и говорит, что помыслы наравне со словами и делами и первой несколько грехов. То есть для него нету разницы. Скир на слове в том числе. Я уже об этом молчу. И получается, что человек должен непрестанно молиться, как ты с вами сказано, непрестанное молитвие. Держать в своем чистоте и святости. Но вы же понимаете, что современный мир это нереально. Я хочу сказать, что человек до конца своей дни не сможет совместить все заповеди, которые Бог дал. И человек может спастись только по его милости. Уж сам человек не достоин спасения. Разве отрицают то, что мы все спасаем по милости Бога. вывод, который есть в деле в своей духовной жизни. Я много в этом плане старался, много в этом плане. прилагал усилим, но я для себя понял, что как ни старайся, что ни делай, все равно против грешного. Арнольд, нету такого, нету такого. Нету такого. Смотри. Да, вы ошибаетесь. Я сейчас вам объясню. К этому мышлению привязаны протестанты. Да, протестанты. И вот к этому богословскому заключению они пришли сами как бы в своей духовной жизни. А то, что говорит православная церковь, отличается от этого, в корне отличается. Поскольку, да, в очень многих местах апостол Павел об этом говорит, что мы спасаемся по милости Бога. Но ведь к посланию филиппейцам во второй главе. Если я не ошибаюсь, это 15-16. Стрепетом совершайте свое спасение, да, ты, если не ошибаюсь? Да, с трепетом, с трепетом работайте. на армянском конкретно сказано. Ашхатайцейк церковь кутянамар. То есть, да, Господь, Он милостивый, Он спасет нас. Но это не значит, что мы будем сложить руки и сказать, если я не могу хотя бы несколько минут как бы соблюдать все правила, то тогда не буду вообще соблюдать никаких правил, там, заповедей. Это вообще приведет человека вообще в другую сторону. То есть, немножко поэтому я сказал в моих словах, если духовную жизнь превратить в математику, получится антрама бурнакам. Антрам логичными вещами, нелогично будет все. Да, все будет нелогично. все будет противоречить друг другу. А если жить настоящей духовной жизнью, эти вопросы все решаются, поскольку мы с помощью покаяния видим, как Он наши очень многие грехи просто прощает в этой жизни. То есть, ветхозаветное представление ваше, о котором вы только что изложили, нет уже там Христа, понимаете? если есть Христос, если есть это духовное общение с Ним, с живым Богом, с живым Христом, то у вас не возникнет этот вопрос, поскольку вы увидите, что Он отдалил вас, как далек восток от севера, от своих грехов, как сказывается в Псалмах, и вы увидите, как уже очень многие такие прегрешения, которые делали, уже не делаете. И вы будете четко осознать, что это не ваша заслуга, это заслуга Его, то есть, Он вам помогает, что вы можете этого делать. Но очень такой хороший пример говорит, вы сын короля, и ваше царство как бы в битве, начинается битва, и ваш отец, главнокомандующий, вы его сын, во всякое воинское одеяние вы тоже отделились, вашу лошадь отделили, всякие эти там, не знаю, сражения, и идет битва, вы стоите на холме вместе рядом с отцом и видите, как Он побеждает эту битву. Вы практически ничего не делали в этой битве, но считаетесь вместе с вашим отцом победителем. Мы, христиане, видим, как Бог вместо нас побеждает зло. Может, мы ничего не делаем в это время, но мы в это время находимся рядом с Ним и видим, как Он это делает вместо нас. Это очень глубокое чувство, христианская практика, духовная, сильная практика. И вот тогда мы чувствуем, что Всесильный Он, и мы спасемся обязательно. И надежда спасения мы должны рождать в себе. Он дарует нам веру, но надежду мы сами должны набрать в нашей духовной жизни, вот увидев все побеждения над злом нашей жизни с помощью Бога. Спасибо Таня Джан. Слава Ему за все. Спасибо за ответы. Друзья, какие-то другие вопросы, если есть, можете прямо сейчас задать, если нет, я бы хотел свой вопрос задать. Напоминаю для вновь пришедших, что вы можете просто взять слово и поговорить с отцом, об этом задать свой вопрос, если у кого-то они есть. Можно я вопрос задать? Да, пожалуйста. Смотрите, вот если я чувствую, что мой близкий человек совершает грех, я могу вот за него молиться, или пока он сам не покаяться, сам не придет к этому, ничего не получится, так сказать. Арак Садьон, никаких преград на добродетелей не бывает, просто не бывает. Зло каким-то образом надо укоротить, то есть, чтобы стало меньше. А добрые дела нельзя, нельзя, на добрые дела не бывает никогда, там, нельзя делать, нельзя молиться за этого человека, не бывает, просто так не бывает. Молитва, ваше, ваше состояние, ваше сочувствие, ваше сочувствие, ваше естество, чистое сердце ваше, и Бог все время хочет, хочет наши душевные, духовные, чистые молитвы. Так что не надо ограничить себя ваше сочувствие. Спасибо, во время исповеди, что в такой ситуации делать? Это хорошо, это нормально, или надо как-то убрать это из себя? Господь говорит, если ты перед человеком стыдишься, а перед тем зрелищем, когда будет в небесах, все люди, все люди, которые жили во всякие времена, и все ангелы, и архангели, все, 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 все будут присутствовать, тогда что будет с тобой? Если перед одним человеком тебе стыдно об этом сказать. Мы должны в себе разломать вот этот стыд, который не приводит ни к чему. То есть мы стыдимся рассказать про наш грех, это значит, что мы находимся в капкане, в дьявольском капкане, и дьявол как бы хочет растерзать нашу душу. И насколько мы протягиваем этот процесс, настолько мы не хотим об этом сказать, настолько и даем возможность раздирать нашу душу. И он как как нарекаться и очень прекрасно говорит на русском языке, сейчас Аветик поможет мне перевести, да, джох вору вайн, глазан иноман, лапфу маме рохи. Аветик тоже не сможет перевести. С такой интонацией я точно не смогу перевести. Ну типа ад раздирает меня на кусочки что ли вот так или как перевести. Я бы сказала сжирает. Дьявол вот так разъедает нашу душу вот так, да, и мы течем кровью как бы, да, вот. И очень много, очень много как бы свидетельств на то, что он, человек стыдился, стыдился очень многое время, и потом решился все-таки рассказать об этом. Рассказал, и то, что происходит с этим человеком, просто необъяснимо. Такая легкость, такая, ну, не знаю, словами не описать этот процесс. Вот так вот. так что надо стыдиться перед Господом. Надо думать про стыд перед Господом. Если это будет живое, живое чувство, это приведет к тому, что мы не будем грешить. Если мы не будем стыдиться Господа, то есть уже будем делать грехи, почему мы делаем грехи? Потому что мы забываем про забаведей. Забываем про забаведей и начинаем делать то, что сделали. Потом когда приходит наш здравый ум, говорит, что я натворил, почему я это сделал. И потом надо нам идти и рассказать об этом и объясниться. мы этого не делаем. Стыдимся. То есть место стыда изменил дьявол. Приводит и вставляет в другое место и все как бы причиняет очень много вреда. Вот так вот. Вопросы да? Да. Я вот часто тоже слышу от людей, что они боятся идти на личную исповедь, потому что думают, что священник как-то будет осуждать их там. Я не знаю, как-то винить всем. Вот как побороть людям вот это чувство, что вот не боятся личной исповеди там, покаяния. Вот не знаю, все прям боятся, что будут осуждать за какие-то поступки. Вот интересный вопрос очень. Поэтому хочу прочесть для тебя, Жак-Ся-Джан, книгу «Бытие». А в эти килиже ты мне поможешь? С огромной радостью ты, Рэль-Джан. Бенямина, ты поможешь, брат. Третий Давайте, ладно, я. Третий глава. Добрый вечер. Третий глава. Третий глава, стих восьмой, с восьмого. Третий глава, с восьмого стиха, да? Да. И услышали голос, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, голый, да? и скрылся и сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг, дальше читать ты религией? Да. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал. Жена все, хорошо, хорошо. Да, это да. Вот смотрите, Господь, Он четко знал, что Адам и Ева уже съели. Он все видящий, все знающий, да? Но отцовская его любовь приводит к тому, чтобы как-то привести Адама к исповеди, чтобы он сам осознал свою ошибку и об этом сказал. А кто тебе сказал об этом? Не ель ли ты, то есть приготовливать не ель ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть? Адаму просто надо было сказать, да, извини, пожалуйста, Господь, я это сделал. Вот когда мы в священнике не видим отцовского ничего, тогда уже думаем, что он будет осуждать нас. А ведь Господь нам, священникам, не учит осуждать кого-то, а все время вопросами сделать так, чтобы человек смог он сам рассказать об этом. Объясните, пожалуйста, всем, Арак-Сяджан, что осуждать только Господь. А мы помогаем всем людям, чтобы они смогли увидеть свои прегрешения, свои грехи, и чтобы смогли раскаяться, рассказать об этом, объясниться перед Господом. Они это не делают перед человеком, перед священником, они это делают перед Господом. И разница очень большая. Вот так вот. Вот для меня еще один вопрос. Вообще детей с каких лет лучше наистовать, наобще истовать вообще вводить следует? Может есть какой-то возраст определенный? Нету такого в нашей церкви. Нету такого в нашей церкви. Но считается вот допустим у католической церкви есть такая духовная практика, они с 12 лет как бы уже после крещения до 12 лет не причащают детей. И после 12 лет уже идет как бы исповедь и причащение. в нашей церкви нету такого. Никаких вот таких правил нету. Дети, они, знаете, такие чистые, если что-то не так делают, рассказывают всем. И Господь все это видит и прощает. Это вопрос такой, не знаю, немножко нетрудно что-то конкретно сказать. но готовить их лучше как детство, да, рассказывать все. Да, да, что да, думаю, что да. Вот во время воспитания родители, они могут быть в роли священника, они не то, что могут быть, должны быть. Вот ты сделал вот это неправильно, иди извинись перед твоим другом, иди сделай это. ведь для тебя важны ваши отношения, да, если да, то тогда иди извинись, а если тебе важны только твои чувства, ты тогда становишься эгоистом. Надо объяснить ребенка, почему надо идти и сказать, и не оставлять вот эту грязь в душе, они это четко знают и более чистые, чем мы. Мы все были такие хорошие, повзрослели и стали такими все плохими. Зависть, зависть губит всех нас. Так, друзья, у вас какие-то вопросы, если есть, можете задать, будем только рады вашим вопросом. Посмотрите, сейчас я считаю первые на 26, тут написано, кто говорит, что пребывает в нем, кто должен поступать, так как он поступал в современном виде, это возможно? Да, конечно, возможно. ничего невозможного, ничего там не написано. Вы просто если начитаны духовной литературой, которая очень много времени временный такой зазор очень принимает в себе, то есть в средние века, как там было, или же еще дальше там, ближе к событиям в Евангелии, если с этого примера взять и как-то сравнить и подумать, что да там еле-еле было возможно, теперь в 21-й, как это возможно? То есть если вы в сравнении думаете, что невозможно, это мнение ошибочное. Почему? Потому что Господь на каждое время дает благодать, чтобы мы смогли как-то сдержаться, как-то сдержаться. Вот так вот. Вот есть вопрос, я вопрос задам, тогда да, я вопрос задам, если позволите. Мы часто знаем и слышим, что нужно готовиться к причастию, к литургии, но об этом более-менее многие знают. А вот к самой исповеди, как готовиться, то есть может вспоминать свои ошибки какие-то. Ну, точно не нужно придумывать, я понимаю, да. Какие еще моменты есть, нужно готовиться к исповеди? Расскажите, пожалуйста. Вот маленький такой пример. Допустим, у духовного как бы одного учада моего, да, он забывчивый. Я его перед исповедом обязательно прошу, чтобы он все писал. Он пишет все, потом приходит и начинает вот так изложить все, то, что сделал, какие нюансы были, почему он так себе провел, а может не надо было так сделать. То есть это прежде всего духовный разговор. Я вообще научаю на то, что человек смог сам очень многие вопросы решать в себе и учиться бороться против греха с помощью Христова. Христа. И вот все это духовная практика приводит человека к тому, чтобы он смог углубиться и смотреть на себя со стороны. А когда у него что-то не получается и какой-то грех все-таки не прощается, он видит, что непрощенный этот грех, тогда уже приходит об этом как заботу предоставлять мне. А я как духовный наставник ему уже направляю подойти к этому вопросу с другой стороны. То есть очень много таких нюансов, что допустим есть один грех, от которого человек не может освобождаться и Господь с помощью этого показывает другой грех, вообще другой грех. А он не видит этого. И когда я показываю и все, домашнее задание, иди, терзай, все, ты уже знаешь, о чем идет речь, иди. И потом на следующей нашей встрече он уже рассказывает, уже предоставляет возможность удивиться всем тем хорошим делам, которые в нашей жизни делает Господь. И слославливая, то есть начинаем песнопеть за все хорошие дела, которые он делает в нашей жизни. Во время литургии или же после. То есть этот процесс он очень живой процесс. Вот допустим у католиков священник вот эту практику, которую сейчас они делают, это просто убивает священников. Они сидят за вуалью, сидит человек и просто слышит, 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 слышит всякие там не знаю в человеческой что есть, сколько грязи есть. слышит и очень угнетает этого человека. Он же тоже живой человек. И нет там совета как выйти, почему это сделал ты, как надо выйти с этого. Вот у русской церкви этот вопрос тоже немножко по-другому стоит. Перед причащением сразу же там насколько мне известно там отручаются там что-то рассказывает человек, что-то раскаивается в своих грехах, потом допускается к причащению. у нас в армянской церкви это делается как бы с помощью механер, да, мы как бы призываем к раскаянию и упоминаем, что есть такие-то, такие-то, такие-то грехи. и в это время человек он должен себе сам осознавать свои грехи, потом после этого отпускаем грехи и причащаем человека. А то, что касается личного, личной исповеди, это отдельный разговор. То есть это более живое, более дружеские отношения. Я всем говорю, если тебе не нравится мне сказать «тэльзь», очень многие протестанты приходят сейчас, кстати, я в этих я говорю, не скажи мне «тэльзь», скажи «брат Абель», если тебе не хочется мне назвать «брат Абель», да, если не хочется тебе мне сказать «отец», не скажи этого, скажи, скажи «тэль Абель», но ведь когда ты почувствуешь, что наше отношение как отца с сыном, и ты почувствуешь, что я как спина твоя, твердая, стою перед, то есть за спиной у тебя, да, ты почувствуешь, что наши отношения, они очень такие тонкие. знаешь, вот колхозное мышление очень сильно навредило, да, церкви, если можно так сказать, вот индивидуальное общение более живое и более эффективное, поэтому наша церковь сейчас находится в таком состоянии, что духовных отцов просто не хватает. Молодые священники, они говорят, нет, кто я такой, чтобы услышать исповедь, нет, я не смогу как бы руководить духовной жизнью другого человека, и возникают очень многие вопросы, и очень много людей сейчас просто находятся в неведении в этом вопросе, да, спасибо тебе, Ветерин, за возможность поговорить об этом громко, и всем сказать, что надо принуждать священников, чтобы они стали духовными отцами, поскольку если нет отношения отца с сыном, что делает отец? Он более опытный и подсказывает сына, как можно пройти через этот путь, как легко пройти через этот путь, а сын, когда у него есть смирение, он слышит отца, он слушает отца, делает по-своему, но все-таки слушает советы отца, и именно в этом состоит вся красота духовной жизни. Вот так вот. Спасибо большое, Тарья Аджам. я тебе последний вопрос задам, если позволите, и потом если у вас вопросы еще будут, ребята задайте. Подожди, А вот у нас захотелось сказать. Извиняюсь, я не услышал. Кто Магер, да? Пожалуйста, Магер, Джан. Здравствуйте, Леон, не цех. Здравствуйте, Магер, Джан. Сума по-русски, да, мы здесь говорим? Да. Здравствуйте, такой вопрос. Грехи мы свои должны исповедовать. Должен ли я или нужно ли мне исповедовать те свои мысли, которые возможно могут мне навредить? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос и возможно в зависимости от вашего ответа я задам вам второй. То есть свои мысли я должен исповедовать, те мои мысли, которые выходят за рамки скажем так, того вычерченного правильного пути в церкви, который нам толкует отцы и так далее. Спасибо. Угу. Понятно. Немножко с другой стороны я хочу подойти к этому вопросу. Смотри, раньше исповедь как бы громогласная была в церкви. То есть все стояли и громко говорили о своих грехах. Эту практику в церкви очень рано увидели, что надо изменить. Почему? Поскольку там были как бы новогрешенные очень многие и все эти грехи, которые более опытные в духовной жизни рассказывали о своих грехах, это было искушением для другого человека. Новогрешенный человек, он не думает, что есть так, могут быть такие грехи, да, и это сильно навредило всем в церкви. И в церкви мы очень рано как бы ушли от этой практики. То, что касается со своим исповедью, можно навредить себе, такого просто не может быть, не бывает такого. поскольку дьявол, он все время хочет, что мы что-то не досказали. Может привести очень много примеров, там, не знаю, у психологов там считается, что если об этом громогласно сказать, это будет вот так вот. То есть всякие причины переведет, обязательно сделает так, чтобы человек не раскрыл все, что есть у него на душе. Поэтому могут быть очень большой или же не очень большой маленький вред идет к священнику во время этого разговора. Но у священников тоже есть как бы духовные отцы, где они идут, если что-то им мешает потом, они идут отдельно исповедоваться и рассказывают своему духовному отцу, что вот был духовное чадо у меня, вот рассказал вот такое-то, такое-то, и после этого у меня что-то изменилось в духовной жизни. Поэтому надо просто искоренить все, то есть вытянуть, вычеркнуть все с души, надо все рассказать. Вот так вот. Верно будет сказать, мне кажется. Мне кажется. Мне кажется. Да. Это тебе кажется, брат. Вот так вот. Это просто тебе кажется. Исповедовать нужно все. Да. Да, 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 все. Нужно исповедовать все. Спасибо. Пожалуйста. Родные, хорошие люди собрались. Да. Мы с Мегэром знакомы давным-давно дружим. Давайте, тогда я возьму на себя инициативу, задам два моих последних вопроса, и на этом, если больше вопросов ни у кого не будет, я думаю, можем закончить, но с вашего, конечно, позволения и благословения, Терапелл. Давайте, я вам тик-чик. Терапелл, расскажите, пожалуйста, что делать, если ты формально знаешь, что вот это действие грех, грех, а вот раскаяние за этот грех ты не ощущаешь, не чувствуешь. Давайте еще раз, пожалуйста. ты понимаешь, что вот это действие грех, которое ты совершил, а раскаяние не испытываешь. это значит, что ты, Бог показывает тебя, что ты набрался слишком много учений, начитанным ты стал, и настоящей духовной жизни нету у тебя. То есть знание есть, что такое духовная жизнь, как надо шесть, как надо молиться, как надо это, да, то есть все ты превратил в правило уже. Есть грех, есть, смотри, ты сейчас мне рассказываешь следующее, есть у тебя рана, течет она и крови уже может быть и даже сгнило все там, да, уже, но ты не чувствуешь боли. Это значит, что это ты все видишь у другого человека, если это на твоем теле. Невозможно не чувствовать боли. то есть нам нужно понять, что это на моем теле, да, это во мне это все, мы этого не понимаем, да, ты? Да, да, то есть настолько уже ты в духовном плане уже мертвец уже, понимаешь, мертвец не чувствует этого, то есть насколько ты погряз в грехах, что уже не чувствуешь конкретно боли, поскольку грех, он рано в нашем теле, как рано на нашем теле, так и грех для нашей души, душа болит от грехов. Тера была, можно если человек у да, нужно, конечно, можно. Вот смотрите, в Ветхом Завете написано, береги, чтобы не вошел тебя злой помощь ввел, и в связи с этим, как сопротивляться осознанным грехам, да, то есть ты знаешь, что ты грех, все равно это делаешь, получается, ты осознанно грешишь, есть грехи, которые ты не осознаешь, это делаешь, который осознаешь тел, человек сопротивляться этим осознанным грехам, с точки зрения практики, да, и время селит, говорил, я каши, как выникающий, и получается по золотому кругу, вот этот момент осознание греха, вот это осознание греха, ты понимаешь, и сопротивляешься ему определенный период времени, но потом приходит какой-то перелом все равно его повторяешь, понимаете, о чем да, понимаю, Арнур, смотрите, вот если были внимательны, я только что пример, как я советую моим духовным чадам, как бы смотреть на это с другой стороны, то есть, может быть, с помощью этого греха Бог нам показывает другой грех, и он не дает нам, чтобы мы вышли из этого греха для того, чтобы оставить нас смиренными, есть такое тоже, чтобы мы не возгордились, то есть, он видит, если надо, чтобы я вышел с этого греха, он просто вот так вытянет, вырвет меня от этого, но если не делает этого, то значит, он что-то мне хочет показать, вот поэтому я говорю об этом, что надо общаться с живым Богом, и спросить Его, что ты хочешь от меня, что ты показываешь мне, надо вот так, прямо вот так вот душевно разговаривать с ним, да, читать священное Писание, и там найти такое же схожее состояние, и понять, и плакать, и разрыдать, понимаешь, и радоваться, а, ты это хотел мне показать, то есть живое общение надо, понимаете, я чаще всего, когда разговариваю над духовной темой, мне кажется, что у нас, у наших верующих восприятие такое, человек хочет надевать противогаз, взять на руки пластмассовую розу, внюхать, и почувствовать запах розы, так же не бывает, родные мои, так не бывает, надо пойти в сад, надо взять, вырвать, как бы, или же не вырвать, все под руками, вот так, чтобы покусало, да там, царки, цавас не царят, а? Понюхать настоящую розу. Об этом нельзя, невозможно розы. очень много духовной практики мистического, которую просто невозможно воспроизвести, понимаете, об этом рассказать. Можно вопрос задать? еще один. Да, конечно, можно. У меня вот недавно после общей исповеди девушка со мной, которая ходит на литургию, спросила, как ты поняла, что ты раскаялась? Если честно, я не нашла ответа на этот вопрос. Как мы должны понять, что мы раскаялись истинно? мы что делаем во время того, да, вот читает человек, все скажите мирасту, и все говорят, мирасту, читается, и я, как себя помню, я вот стоял перед Господом и говорил, вот этого не делаю, да, этого тоже не делаю, это вообще не делаю, может быть, это делаю, а может быть, нет, а может, нет, да, 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 вот это делаю, это тоже делаю. Вот, понимаете, вот отношения вот сквозь пальцы, на это должен быть духовный наставник. Мы идем на вот эту истинность и нам кажется, что мы исповедовались, но все-таки что-то не хватает нам. да, она права. Вот духовная практика показывает, что конкретные грехи, конкретные надо все осознать, надо найти путь, как выйти с этого греха, побороть, как, то есть вот мы когда не знаем, ничего этого не делаем, мы похожи на спортсмена, на борца, да, допустим, греко-римского, да, греко-римского, борец такой, и там чучель стоит, и он все время делает одни и те же движения, там, все приемы, все знает, а когда приводишь этого человека в настоящую борьбу с соперником, с настоящим соперником, он уже не может побороться, то есть иногда мы сами в себе думаем про себя очень высокомерно, мы хорошие христиане стали уже, а на самом деле жизнь, и не замечаем, что очень многие поступки наши не соответствуют к тому, к той жизни, которую мы выбрали, и живем, якобы живем этой жизнью, то есть самоконтроль должен быть все время, и помощь духовного наставника состоит именно в этом, что мы находимся в одном состоянии и не видим то, что делаем, а он показывает нам, что вот смотри, ты вот это делаешь, да, можно как-то одному справиться, но это будет очень долгое время и очень мучительно, и кто знает, может быть, обломается человек и не сможет дойти до конца, духовная жизнь, она очень такая тонкая, поэтому лучше обязательно лично идти на исповедь, вот так вот, вот так вот, наш voice-чат, мне очень приятно, на этом уже закончено, друзья, спасибо всем, кто были с нами, мы просто поддержали, когда у нас видеочат, я как бы приклонен к стулу, когда там приклеен, как бы, да, и свободное парение, вот такое, которое сейчас у меня, не бывает, вот voice-чат мне больше понравится, будем рады вас почаще нас здесь видеть, очень удобен, слава богу, вот, очень удобен, и для разговаривающих, и для тех, кто слушает, и задает свои вопросы, но если вопросов ни у кого нет, я думаю, можем сегодня закончить, я в свою очередь хочу поблагодарить всех, я более чем уверен, что есть вопросы, но прошу вас, чтобы вы их закончили, не забывайте, что там сейчас час ночи скоро будет в Армении, друзья, да, я хочу через 8 часов уже служба утренняя, все, спасибо вам, Тарьяджан, очень интересно было, спасибо, спасибо, всем доброго, Тарьяджан, уж на цех, аствачо жникс, аствачо жникс, хавны, это нам, кристос, хавяна, 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 барид, 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 барид. Добрый день, фирс,